Привет, красотка! Сегодня у нас необычный влог, скоро ты поймешь почему. Хотя, наверное, по названию несложно догадаться. И начать Ева хотела с моих утренних ритуалов, но Ева распорядилась этим временем иначе. Ева очень любит наряжаться. Она только проснулась, уже надела сандалики, платье. Хочешь почитать? Пойдем. Пойдем на диванчик сядем. Так, что тут у нас? О, так это же колыбельная! Здорово! А какая твоя любимая колыбельная здесь? Вот такая. Нажми. Баю, баюшки, баю, не ложись на кайфу. Такая у вас не очень зарядная такая. Да, да, да. Зарядка, папа пришел! У тебя колочек такой милый. Котик, у тебя милый колочек, как цветочек. Тотик. Тотик. У меня сегодня. как будто день рождения. Серьезно, я так ждала этот день. Пока Ева с Денисом там разминаться, я вам расскажу, что вообще нас сегодня с вами ждет. У меня сегодня 24 часа наедине с самой собой. Как вообще это произошло? Дело в том, что у нас есть такая традиция, которая пока что не закрепилась прям основательно, но вообще мы хотим к этому прийти, чтобы с пятницу на субботу всегда Ева оставалась у бабушки. И у нас таким образом на ночь. И у нас таким образом с Денисом образуется вечер, ночь только вдвоем и вот утро субботнее. То есть сутки бабушки, так скажем. Но в этот раз эта пятница совпала еще с тем, что Денис собрался в деревню поехать за мамой своей, привезти ее к нам уже на выходные потом. И получается, что у меня вся пятница свободна, пятница вечер, пятница ночь и даже субботнее утро. И раньше, когда у меня освобождалось такое время, я сразу думала, кого я позову на ночевку, что я буду такое делать, там с кем встречусь. Сейчас мне вообще ни с кем не хочется встречаться, потому что просто такого времени у меня не было очень давно, если так посчитать, лет пять, наверное. Я вот прям одна наедине с собой дома никогда не оставалась на ночь. Я все время либо кого-то звала, либо была с Денисом, либо была с Евой. А сегодня сутки только мои. Но сейчас у нас утро классическое перед садиком. Мы собираемся, делаем зарядку. Мы, кстати, сейчас с Денисом просыпаемся рано снова, возвращаем в наш режим, и это очень круто. Особенно помогает солнышко, которое все раньше-раньше встает. У меня этот день уже чуть ли не по часам списан, потому что я к нему прям готовилась. И беру вас с собой в этот день. И пойдемте подготовим все для будущего завтрака. Нарежем апокадо, сыр и поставим варить гречку. Песню про трактор включи мне, и я буду петь тоже с тобой трактор. Пока наша гречка варится, есть время сделать легкий макияж. У меня последнее время какая-то беда с выбором подходящего тонального средства. Они очень окисляются в течение дня и становится на тон темнее. Поэтому я уже приноровилась и сразу наношу более светлый тон. Через некоторое время после нанесения он подстраивается и становится моим. Думает. Думает? Ну давай. Это у нас игра в салон красоты, да? Или в парикмахерскую? В парикмахерскую. Вау. Я хочу вот помаду. Помаду? Какую? Какую? Давай. Это бальзамчик для губ. Чтобы губки были мягонькими. Я тебя поближе сделаю. Ева, какие у тебя кудряшки милые. Ну все, мы заканчиваем. Смотри, один готов. Расскажи мне, пожалуйста, нравится ли тебе саги? Угу. Что ты там делаешь? Я играю. Во что? В игрушки. А в какие? Самые разные? У Евы там садики даже есть барабаны. Ух ты. Что ух ты? Это ж твой садик. Ты не знала? Я в чем-то в садик. Попроси сегодня воспитательницу достать барабаны, поиграть. Гречку идем есть? Да. Давай лапку. А-а-а! Что ты делаешь? А-а-а! Я сейчас укусил. Укусил. Ну вот, пища богов готова. Кстати, любовь к гречке передается по наследству. Это проверено. Я бы стала кошкой. С пола ест и с пола пьет. Кто съест? Кошечка или мышечка? Ев, смотри там, что папа дает. Угу. Мышки, кошки, кто будет? Кто первый? Мышка, кошка. Скучно не бывает никогда. Мяу, я люблю маму. И я не могу. Берем щетку. И я. Чисто. А ты куда с портфельчиком пошла? Я. К дом. К доктору. Ты к доктору пойдешь так? Угу. Он носит коня. Его носит коня. Он носит коня. Дай. Станешь мамой, поймешь это желание Отдохни, любимая, хорошо Чувствую себя, как в подростковом возрасте, когда мама оставила меня одну ночевать дома И вот сейчас по-настоящему начался мой день Я вышла на балкон Первое апреля Я сегодня думала, что буду романтично гулять по городу со стаканчиком кофе под солнцем Не получилось Я очень быстренько переоделась, потому что на самом деле времени у меня не так много Я записана уже на 9.30 Догадайтесь просто на какую процедуру Теперь посмотрите на эти длиннющие волосы и еще раз подумайте, на какую процедуру я записана Я хочу сделать каре Удлиненное каре Это не прям вот-вот-вот так вот Если честно, я очень давно горю этой идеей Но каждый раз я смотрю на свои шикарные, сам себя не похвалишь, никто не похвалит Длиннющие, густые волосы Я думаю, боже, какая роскошь Какое богатство Как можно с этим прощаться? Но опять же, я думаю, богатство отрастет Это же не зубы, да, как говорят Сейчас на самом деле, когда за спиной такой сложный, неоднозначный период Как будто действительно хочется отпустить все это еще физически вот таким образом Не то, чтобы прям руки чешутся, но знаете, как будто Сейчас появился повод Вот что-то типа такого Что раньше все не хватало какого-то рычага, что ли, чтобы рубануть уже Хочется где-то вот так, наверное Ну еще у меня будет окрашивание в мой типичный цвет волос Немножечко уже отросли корни У меня есть время на чашечку кофе Рассказываю, что именно я сейчас буду пить Это новинка для меня, но я уже влюбилась Это три пакеты По-другому говоря, это кофе свежесмолотый, который хранится в азоте За счет чего он не теряет свою насыщенность и аромат Как это происходит чаще всего с пакетами перемолотых зерен Там все выветривается достаточно быстро Получается, это имитация фильтра кофе Не знаю, кто-то пробовал, может в кофейне Я обожаю, это черный, просто обычный кофе И ты его очень быстро и легко можешь сделать дома Сейчас вам все покажу Открываем пакет И здесь видим вот такую штуку интересную Здесь тоже отрываем И раскрываем пакетик Вот таким образом ушки, крылышки надеваются на края кружки В идеале, на самом деле, когда кружка более узкая и без овальных стенок Потому что в таком случае слабо немного держатся вот эти крылышки Но все равно держатся И я проливаю теперь 190 мл воды Все это сюда капает прекрасным образом И невероятно вкусный кофе получается Я вас хочу поблагодарить за такую поддержку После моего видео Самого откровенного видео на моем канале Я еще раз убедилась, что человеку нужен человек И не рассказывая про свой опыт Или делясь только положительными моментами Только позитивными Мы забираем у себя шанс исцелиться И шанс помочь другим Просто даже осознанием, что ты не один Этого иногда бывает достаточно У меня было много комментариев, много историй От девушек, женщин Которые делились просто какими-то невероятными событиями в жизни Насколько у них, казалось бы, все несправедливо складывалось Что мне моя история оказалась просто цветочками Хотя я не обесцениваю ничью историю, ничей опыт Но просто мне казалось, что обалдеть Такое существует даже И после такого можно вставать на ноги Возрождаться просто из пепла Да, можно Можно и нужно ради себя самих Ради своих близких На самом деле моя деятельность, мой блог Это как одна большая терапия При том, что не всегда меня только исцеляет Это да, где-то меня это очень сильно ранит Я имею весь опыт взаимодействия даже с аудиторией Проработка моих личных комплексов и так далее Это бывают вообще разные периоды Но каждый раз я прихожу к какому-то уроку И каждый раз я понимаю, что я невероятно расту Просто даже имея блог, имея аудиторию Лирическое отступление закончено Лирическое отступление Кусство, аж Так... Лирическое... Лирическое отступление Будь esos落т Будь olives Не купить себе цветы на обратном пути и не отпраздновать это событие было просто невозможно Ну, что скажете? Только честно Мне пока очень непривычно, я не могу делать выводы в таком состоянии Просто офигеть, вот что я могу сказать Знаете что? Я не могу понять, о каком чувстве легкости все говорят, когда они срезают волосы Сколько надо срезать, чтобы почувствовать легкость? Ну, или я всегда и так чувствую легкость, поэтому я ничего не заметила Не было такого, что, знаете, меня прям отрезают Я такая, о боже, воздух другой прям встал Я никак не могла решиться на это уже сколько лет, не знаю Сейчас какие я буду делать прически, вот такие Мне кажется, очень будет прикольно, если завить волосы и сделать такие пляжные локоны То они станут еще короче и будет больше объема в целом Но пока что я вообще другой человек Я хочу сейчас сделать в сессию вопрос-ответ у себя в Телеграм Подписывайтесь, если вы еще не подписаны Это просто находка 2022 Я всегда обходила стороной Телеграм-каналы Типа, зачем их создавать, еще одна площадка, распыляться Там невероятно уютно Эта площадка, она ни с чем не сравнится И на самом деле не так много энергии уходит, чтобы туда что-то постить Можно репостить что-то из Инстаграма Потому что многие вообще перестали сидеть в Инстаграме после блокировки его Там можно записывать голосовые сообщения И это как, знаете, как подруги записать по пути куда-нибудь Ну, я по пути никогда не записываю Для меня это все равно очень ответственно Я такая сижу у себя в комнатке такая Ну, поехали В общем, сейчас я буду отвечать на 10 ваших вопросов Это что-то новое, потому что это не формат видео Это не формат фото в сторис Инстаграма, да А что дальше, собственно, спросите вы Какой у меня план? Грандиозный Я беру с собой вот эту кружку Видно ее, нет? Нет Это термокружка Я оттуда беру заранее пакет чая Свой травяной И мы идем с вами на мастер-класс по живописи Я хочу написать картину, посвященную малышу Второму малышу моему, нашему И у меня нет готовой фотографии С которой я могла бы срисовать что-то У меня есть просто идея в голове Что я такая абстрактная Ну, то есть не надо мне рисовать меня, мое лицо Я не хочу вот это Я хочу что-то абстрактное Как женщина Такая длинноволосая Хотя у меня уже короткие волосы Ну, ничего Такой силуэт женщины И внутри ее живота Маленькое такое вот создание И все это в каких-то таких теплых оранжевых цветах Хочу нарисовать маслом Чтобы вот прям, знаете, была текстура видна Я не знаю, что получится Но самое главное, что получится Это сделать от души Это точно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь настроимся на мастер-класс Это студия Это студия, в которой я пишу свою третью картину Но чтобы вы понимали Я вообще ни разу не художник Но каждый раз мне очень нравится результат Потому что параллельно со мной Эту же картину рисует художница И показывая техники Советует как лучше Для меня этот мастер-класс Послужил такой жирной точкой Нашей истории с потерей малыша Я отпустила его Изобразив на лице девушки Которую я рисовала То самое принятие Каким я его вижу Посмотрите масштаб Она не поместилась в одну коробку стандартную Потому что холст большой И вот так вот доставляем до дома Что-то как-то я вымоталась, скажу я вам Мастер-класс шел аж три часа Хотя как бы в моменте мне не казалось Что прошло три часа Но просто сейчас я осознаю Что действительно уже конец дня И как бы все Физически я вроде бы ничего такого Здесь сегодня не делала От чего можно было бы так устать Не знаю, может быть эмоционально То, что я в рисунок вкладывала Такой смысл И постоянно на этом фокус держала В общем, как-то мне сейчас просто хочется релакса Но на самом деле Как бы так оно и планировалось Идеальный вечер в одиночку Это принимаю в ванну Там же делаю какой-нибудь уход Масочку для лица, например Заказываю пиццу Это, кстати, нужно сделать до того, как идешь в ванну Чтобы уже готовили И курьер ехал к тебе А ты принимал в этот момент в ванну Приходит пицца, значит Включаешь фильм Еще бы выбрать фильм Потому что это очень сложно У меня ощущение, что мы все посмотрели нормальное Но надо будет покопаться Посмотреть Может, как раз-таки что-то не с глубоким смыслом А какую-нибудь комедию Как раз для легкого вечерочка Наесться пиццы И уснуть Кстати, завтра же Денис приезжает С моей свекровью Вообще-то Надо прибраться бы еще Но это я делать буду завтра У нас, в принципе, чисто Так, знаете, по верхам надо подобрать И завтра можно спать Сколько хочу Что за жизнь Присла пицца Я вся намазанная Замасленная Маска, смотрите, какая необычная Я впервые такую вижу, что нужно на уши надевать Два слоя Один отсюда шел Один отсюда Самое главное сейчас Это найти хороший фильм Моя компания на этот вечер Я становилась на фильме Госпожа горничная И, знаете, это то, что было нужно Фильм довольно старенький Легкий На один раз Но, тем не менее, с хорошим смыслом Фильм, после которого легко уснуть В хорошем настроении И с приятной усталостью Доброе утро, страна Сказать, что я выспалась Это не сказать ничего На часах Восемь двадцать пять В будню, если что, я стою Либо полшестого Либо в шесть Либо уже супер край Это вот, ну, когда Ева просыпается В садик Это семь утра И при том, что я нормально Себе чувствую Потому что я ложусь рано Но сегодня Как-то, видимо Организм знает Что не надо пропускать Такой день И просто Отоспался за все Спала я как младенец Мама уже моя Тоже мне отписалась Что они проснулись В шесть тридцать Как раз таки Девочка хорошо Тоже ночью бабушки спала Они уже покушали И собираются гулять У меня сейчас в планах Сделать Прям полноценную Йогу Потому что Иногда у меня По утрам Очень такой ускоренный вариант А сейчас прям хочется Максимально Последить себе время Я практикую, кстати Уже В принципе Почти все из головы Просто я знаю Что мне хочется сделать Какие упражнения Слишком много Уже я посмотрела Роликов, видео На эту тему Уроков Поэтому сейчас у меня Складывается каждый раз Какая-то своя Индивидуальная тренировка Хочется где-то Больше растянуться Или хочется Больше силового Добавить И схожу в душ Накрашусь И пойду На завтрак С самой собой Возьму с собой Книгу Я сейчас читаю Обалденную книгу Сила настоящего Экхартоле Периодически Выставляю вам скрины Я, наверное, В видео про фавориты Подробнее Про нее поговорю Потому что Она прям стоит того Звучит музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А это для тебя есть каре? Это для меня и каре Ну и все Хорошо, что не сильно Много сгревать пришлось Подстригать Ну, просто состригать Удалять Ты, девочка, ты карел Это был небольшой влог Про то Какими терапевтичными И просто классными Могут быть какие-то 24 часа жизни Увидимся совсем скоро Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok